И сегодня я хотел бы с вами поделиться одной такой важной вещью в жизни каждого христианина. И наша сестра Лариса Ивановна не так давно писала в группе одно место из Библии. Я тогда сказал, что у меня уже есть от Господа вот это слово, что было очень схоже с тем местом Писания. И я тогда сказал, что я поделюсь с вами. И сегодня я хотел бы поделиться, я молился, и у меня разные бывали, знаете, откровения за это в последнее время, но я молился, и Бог не сказал сказать другого. Вот именно об этом я верю, Он хочет, чтобы мы сегодня учились и свою жизнь начали применять, если ещё у кого-то этого нет. И самое главное, знаете, мы будем разоблачать планы врага, потому что это сделает нас сильными, а его бессильным. Очень трудно, не зная, что враг твой затевает, против него бороться. А ещё хуже, вообще не знать, где он. Как сейчас идут какие-то войны, которые, когда противник хитростью маскируется, где-то партизанит, где-то как-то ещё действует. И ты не можешь понять, откуда взрывы, откуда прилёты, откуда какие-то атаки, кто он, где. А когда ты его увидел, разоблачил, тогда ты можешь уже против него побеждать. И часто так бывает тоже с злыми духами, с демонами, с дьяволом. Ты когда его видишь, когда ты его реально уже раскрыл, он тогда начинает проявляться. И в этом проявлении мы можем тогда его изгонять и побеждать во имя Иисуса Христа. Сегодня мы поговорим о благодати. Я думаю, многие из вас, кто уже давно верующие, вы, наверное, знаете, что такое благодать. Вы знаете смысл, значение и так далее. Но я хотел бы сегодня говорить не просто о благодати как таковой, но об одном из её неправильных проявлений. Об этом говорит Слово Божие. И мы сейчас прочитаем. Я хотел бы поговорить сегодня об искажённой благодати. «Искажённая благодать». Вы когда-нибудь слышали такой термин? Читали когда-нибудь в Библии такое? Это там есть. Можете даже мне не верить на слово, мы это будем подтверждать. Но самое важное, чтобы мы сегодня так же и понимали в полной мере, что же такое вообще благодать на самом деле. Те, особенно, кто недавно пришёл к Господу, я благодарю Бога за каждую спасённую душу. Я очень рад, и мы любим вас, и мы желаем, чтобы вы твёрдо укоренились в Боге и до конца своих дней оставались с Ним. И вот что же такое благодать? Вообще, это как определение богословов и определение такое научное. Оно, в принципе, похоже. Это дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, без всяких заслуг со стороны человека. Благодать — это дар, братья и сёстры. Мы не заслужили, мы не заработали, и мы никто не совершили вообще никакого даже идеального ритуала, чтобы она сошла на нас. Благодать — это дар. И он подаётся только Богом. Дьявол не может дать эту благодать. Люди не могут тебе дать эту благодать. Шаманы тебе не могут дать эту благодать. Её даёт только Бог. Но вот то, что ты её не заслужил, это и есть в ней вот это самое невыгодное для нас выгода и благословение, что благодать приходит к нам даром. Но, а эта сила, которая неспослана, да, благодать — это сила, она также предназначена для спасения и для освящения нашего. Это не просто что-то, в чём мы просто купаемся или там, знаете, ходим, как от нас духи какие-то пахнут, вот мы в благодати ходим. Она предназначена, чтобы ты спасся и дальше, будучи спасённым, чтобы ты опять не вернулся к смерти, чтобы ты не впал в грех, чтобы ты не начал делать где-то нечистые дела, чтобы ты продолжал иметь силу и эту благословенную энергию Божью двигаться вперёд, быть больше похожим на Господа. Поэтому давайте откроем послание Галатам. Первая глава, 6 по 10 стих. Я хотел бы прочитать это место именно только в современном переводе. Вы можете в вашем читать, я думаю, оно там будет не сильно отличаться, но хороший смысл в современном переводе так открывает. Апостол Павел пишет церкви, находящейся в Галатам. «Я удивлён, что вы так быстро отвернулись от Бога, призвавшего вас благодатью Христовой, и обратились к иному благовествованию, благовестию. Но на самом деле иного благовестия нет. Однако есть люди, которые смущают вас, пытаясь извратить благовестие Христово. Но даже если и мы, или ангел с небес, станет проповедовать вам благовестие, отличающееся от того, которое мы благовествовали вам тогда, да, раньше, то пусть тот будет, в сценарийном переводе написано анафема, в современном переводе вообще написано, да будет проклят. Мы говорили раньше, и теперь я снова повторяю это. Вы уже получили спасение, и если кто станет проповедовать иное благовестие, чем то, что мы благовествовали вам, ещё раз он повторяет, то пусть он будет проклят. У людей ли я ищу одобрение, или у Бога? Апостол Павел спрашивает, людям ли стараюсь угодить? Если бы я старался угодить людям, то не был бы слугой Христовым. Очень важные мысли. Апостол Павел здесь даёт конкретное наставление уже церкви, готовой, созревшей, сформировавшейся, спасённой, утверждённой, с дарами, с какими-то уже своими достижениями, с плодами и так далее. И вон он говорит о том, что он видит, он замечает, что вы, познав Бога, ну не были даже ещё каких-то несколько лет, может, в Боге, да, было какое-то время, что уже что-то произошло, какие-то познания, но вы уже так быстро отвернулись от Бога. Некоторые христиане, познав Его, да, самого Спасителя, они отворачиваются. с греческого, мне нравится, как здесь дословно говорится, совершали дезертирство, покидая открытую им истину Божью. Кто знает, что такое дезертирство? Кто в армии служил, тот, наверное, знает, но это слово не даёт чести человеку, кто бы это сделал, да? Когда, тем более, если ты идёшь на войне, на поле боя, в сражении, и за тобой стоит тот, кого ты защищаешь, за кого ты сражаешься, ради чего вообще это всё происходит, и ты просто убегаешь с поля боя, вот это дезертирство. Таких обычно в советское время расстреливали сразу, да? Или, по крайней мере, минимум, это такое, знаете, ну, самое такое легко отделаться, это, наверное, штрафбат какой-то, где-то там будет тебя гнобить, издеваться, ты будешь там где-то на бетоне спать месяцами, или там, я не знаю, годами в тюрьмы посадят, и всё так, и трибунал, и так далее. Я не военный человек, не очень разбираюсь в этих всех тонкостях, но немного знаю того, что это плохой конец. Кто дезертирствует на войне, он не будет успешным в будущем. Но здесь Павел говорит об нечто большем. И вот, знаете, в этом седьмом стихе написано, что однако есть люди, он понимает, что они не сами по себе пришли к этой идее, отвернуться от Бога. И тут иногда смотришь и думаешь, они что, в грех опять впали, блудить там все начали подряд, или начали наркотики принимать, или там какую-то новую галатскую травку курить, или я не знаю, что там они начали делать. Но он говорит, что есть ситуация, когда даже не по своей воле, но какие-то люди, которые пришли, и они начали смущать их. И эти галаты, они начали отворачиваться, уходить от Бога, выбирая другое, извращенное, или другими словами, ложное благовестие Христа. Извращенное. Они были спасены благодатью Христовой, но потом начали принимать извращенное ее учение. Извращенная благодать. А знаете, искаженное и измененное, что такое вообще искажение? Я думаю, многие из вас представляют, если вы были когда-то на аттракционах, Луна Парк приезжал, или здесь вот в Швайнфорте иногда приезжают всякие карусели. Помните, есть комната, где кривые зеркала? И ты заходишь, и ты хочешь себя увидеть нормальным. Ты привык, да? Ты привык, что ты вот выглядишь вот так. Ты познал себя вот таким. Но потом заходишь в кривые зеркала, и начинается куча смеха. Начинается куча веселья, куча какого-то просто неимоверной такой радости от того, что ты видишь себя совершенно другим, совершенно измененным. Но точнее это, знаете, не улучшенная версия тебя, а наоборот, искаженный. То ты пузатый какой-то, то ты как дрыщ худой, то какое-то у тебя перекошенное состояние. И вот искажение происходит. Но это искажение, о котором говорит апостол Павел, оно далеко не смешное. И это, он говорит, что приводит вас к тому, что вы просто отворачиваетесь от Бога. Знаете, самая худшая или наивысшая степень неуважения или презрения, когда человек с тобой не то, что не разваривает, он отворачивается от тебя. Это уже признак того, что он уже не с тобой. Он уже вообще ничего не хочет с тобой иметь общего. И вот представьте, как Бог, который спас тебя, послал эту неимоверную благодать, чтобы она избавила тебя от ада, от всяких этих мук, от этих проклятий жизни, от этих постоянной череды несчастья, неудач, постоянные какие-то болячки у тебя, мужья тебя бросают, постоянно тебя родственники все ненавидят, постоянно в кредитах по уши, постоянно все дети твои просто неужели, не знаю, до ручки дошли, и ты вот в такой состоянии разрухи, сам никто, вокруг уже пустота и пустыня, выжженная земля. И тут приходит Божья благодать, она тебя спасает, она начинает восстанавливать, она начинает тебя исцелять, исцелять твой дом, исцелять твою жизнь, тебя как личность. А люди начинают где-то слышать новые версии какой-то искаженной благодати, и они начинают верить этому, и начинают отворачиваться, и идут от Бога, и поступают так, как не угодно Ему. Знаете, большая опасность кроется в том, что евангельская весть о благодати Божьей, она искажается и становится тогда вообще, знаете, как мы, мы иногда себя в этом зеркале не увидим, не понимаем, это вообще мы или нет. Ты видишь, какой это силуэт похожий. И вот так же, когда благодать в искаженном виде, она делает так, что ты уже не понимаешь вообще-то, да, сам путь спасения. Когда ты пришел к Богу, ты знал конкретно, вот так вот иди, вот это делай, вот так вот поступай, и ты будешь спасен. Иисус просто принес Евангелие, Он ничего сложного не делал, Он никаких тебе сверх задач, или каких-то путей достижения спасения, какого-то особенного не говорил, Он просто говорит, поверьте, но начинаются где-то какие-то изменения, которые вообще, они тебе приводят в позицию вообще какой-то неясности, вообще где же этот путь спасения. И люди рискуют попасть не туда. Искажение, вообще определение этого слова, оно говорит о том, что это изменение, какая-то неправильность, погрешность или ошибка. Вроде бы ничего сильно страшного, да? Это не радикально что-то вообще другое, это не радикально противоположное, просто вот есть что-то как истина, или как правда, а это уже начинаются такие ответвления, знаете, где-то погрешность какая-то, где-то какая-то ошибка. Кто математикой увлекается, он знает, что если в формуле допущена какая-то ошибка, ты никогда не получишь правильный результат. Или вообще, может даже результата хорошего какого-то получить, да? Всегда не будет сходиться, всегда к концу, пусть это будет там какая-то теорема Пифагора или еще что-нибудь, ты к концу все равно правильный ответ не получишь. Если, знаете, у меня было такое в жизни, когда-то мы ехали, я уже не помню, куда-то ехали далеко, и ввели в навигатор, и просто в навигаторе, я не помню, то ли одну цифру ошиблись, то ли одну букву названия города. Все, мы приехали вообще в другое место. Слава Богу, что этих похожих названий городов, с этим измененным, да, одной какой-то датой, они, ну, данными, да, они были не так далеко. Это было какие-то 20 или 30 километров, и нам просто пришлось тогда ехать опять, уже вводя правильно. И это было, знаете, когда за границей, когда чужая страна, когда ты, знаете, телефон на минимуме, там, у тебя роуминг, да, денег тоже, как бы, ты не сильно набрал, так огромное количество, все впритык, и это было такая, знаете, иногда экстрим. И вот так же и с этой благодатью. Какая-то погрешность. Чуть-чуть. Вектор, знаете, есть пункт отправки, есть пункт, куда ты должен прибыть. Чуть-чуть, если вектор изменится, ты уже попадешь вообще в другую сторону. Искаженная благодать никогда тебя не приведет в Царство Божие. Никогда. Дьявол это просто заинтересован. И то, чем он еще заинтересован, это чтобы сделать нас, как христиан, слабыми. Вот в этом и заключаются вот эти искажения Божьих истин. Он не приносит лжеучения в такой, знаете, новой упаковке, совершенно новое какое-то такое, которое тебя просто, ну, просто перевернет все твои мозги и все, что ты раньше учил, оно вообще радикально другое. Нет, это будет копия того, но искаженном виде. И, знаете, апостол Павел говорит, что вы уже получили спасение в 9 стихе, да, и кто станет проповедовать вам иное, что мы благовествовали. Послушай, я вообще не понимаю иногда людей, христиан, которые сильно падки на вот эти новые какие-то учения, движения, которые их увлекают, и потом ты смотришь по последствиям жизни, они реально попадают в проблемы. И я не понимаю, если ты спасся из-за того простого благовестия, как Иисус, да, тебя однажды привел к своему престолу благодати, тебе кто-то попроповедовал, за тебя кто-то помолился, ты пришел, покаялся, отдал свою жизнь Господу, ты спасенный человек, твоя жизнь начала меняться. Зачем тебе что-то теперь искать новое? Зачем христиане, галаты, галаты, да, этой церкви, они начали что-то где-то увлекаться чем-то другим? И сразу, конечно, они повелись на то, когда им пришли и предложили что-то другое или что-то чуть-чуть измененное. И в этом есть особая опасность. Мы покаялись, мы уже забыли, как это было. Вспомните, братья и сестры, кто давно верующий, и проанализируйте, если ты пришел ко спасению вот такой простой, сильной, мощной истины, зачем ты теперь думаешь, что это уже что-то старое, оно не работает? Зачем ты делаешь так или там начинаешь принимать такую позицию, верить в то, что тебя учат или привлекает тебя, лукавый, к этому искаженному варианту благодати, если он говорит, что это уже не работает, старые методы уже не действуют, эта проповедь уже, она не актуальна, или такой формат чего-то, он не актуален. Ты просто подумай и помолись, и пусть Бог откроет, включит это твоя логика, ты просто проанализируй, если это меня спасло, зачем мне что-то теперь искать другое? Я лучше буду укореняться в этом, я лучше буду больше посвящать этому всю свою жизнь, я буду лучше дальше нести ту весть, которая меня спасла, тот стиль этого благовестия и ту благодать Божию, которая меня изменила, зачем мне что-то другое? Это очень важно. И вот знаете, изучая немного этот вопрос, я понимаю, что его вообще очень мало, хватит, нескольких, даже вечеров не хватит, чтобы его изучить, но вопрос в том, что их очень много, но есть, я таки увидел пять фактов об опасности искаженной благодати. Вот чем оно опасно? Пять фактов. Первое. Искаженная благодать закрывает путь к спасению. Немного я уже это сказал, но давайте посмотрим в Библии, что это такое. Матфея, 7 глава, с 13 по 27 стих написано, Иисус сказал, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков». Дальше продолжается, он не закончил на этом месте. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде». Кстати, мы с женой вообще сегодня не договаривались, она это место выставила, похожее в группу. Мы бы даже с ней не общались об этом. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки щичные. По плодам их узнайте их. Собирают ли стерновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, они приносящее плода доброго срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнайте их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает Мои слова сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Аминь. Не аминь, да? Важные слова, часто мы их видим, читаем, но насколько это опасно. Искаженная благодать. Вот Иисус говорит, знаете, искаженная благодать говорит так, часто вот это можно услышать сейчас в современных течениях, ветроучениях, лжеучениях. Спасение легко. Вообще расплюнуть, вообще нет ничего проще. Ну, можно согласиться. Как я вначале сказал, призови имя Господне, и ты будешь спасен. А в ад попасть, это очень непростая задача. Очень трудно попасть в ад. Тебе нужно особый грех совершить. Тебе нужно что-то необыкновенно такое, знаете, учудить. Тогда ты попадешь в ад. А так, если там какие-то что-то легкие, там, грешочки, там, ничего страшного. Оно не страшно. И знаете, Иисус вот как раз нам открывает в этом месте то, что благодать Божия, она конкретно учит нас, что истина, она вообще наоборот в другом. Вот такие ворота, вот такой путь, куда можно легко попасть, это как раз в ад. А на небеса узкий, тернистый путь. Не каждый его находит. Послушайте, встать даже в этот путь можно, но иногда можно потеряться. И вот эта искаженная благодать тебя сделает так, что ты обязательно потеряешь это направление. Она обязательно собьет твой навигатор. Она обязательно тебя сбьет с пантылыку, да, как у нас в Украине говорят, с толку. Ты будешь промахнувшийся. Потому что всякий грех, это из греческого перевода слово грех, это просто не попасть в цель, да, промахнуться. И вот благодать, которая искаженная, она приведет тебя рано или поздно. И я потом не удивляюсь, когда люди, рассказывая о том, что в ад попасть, это так трудно, а на небеса идут мы все. И что бы ты ни делал, тебя Бог спасет. И какие бы ты ни делал, просто Он тебя любит так, что твоя его любовь, она покроет все-все-все твои беззакония, даже ты делал осознанное, неосознанное, хотел специально ему досолить или просто случайно согрешил. Все-все Бог покроет и вместе с тобой дьявол спасется. И он даже на небеса пойдет. Знаете, но в этом есть ошибка, есть эта ложь, да, лукавого. Истинная благодать ведет к освящению, я уже говорил это, но она никогда не дает тебе лицензию на грех. Истинная благодать ведет к освящению, но лицензию на грех она никогда тебе не даст. Знаете, что такое лицензия? Это разрешение. Кто предпринимательством занимался или каким-то выпуском продукции, без лицензии ты не можешь заниматься какой-то деятельностью. А лицензия, если есть, пожалуйста, висит там, где-то приходят проверяющие, все, смотрите, у меня все есть. И знаете, мы иногда так пытаемся искаженную блага, да, Иисус, смотри, у меня есть, ничего, выпил сегодня, ну не страшно, у меня твое спасение, я вижу его, я вижу, все хорошо, мне объяснили, что я могу это делать. Я могу там курнуть разок иногда, другой. Я могу иногда там где-то девчонок там потискать, могу иногда что-то сделать, знаете, посмотреть там что-то нехорошее, что идет после 12 часов ночи, да. И ну и что, у меня лицензия есть. Никогда Бог не согласится с этим. Никогда в жизни. Иисус так дорого заплатил за твою свободу, за твое спасение. Он не будет смиряться ни с какой нечистотой. Эта благодать, она просто от тебя начинает отходить. И тогда вот без нее люди попадают в проблемы. Второе. Факт об искаженной благодати, опасности ее. Искаженная благодать делает тебя духовно слабым к трудностям и испытаниям. Это то, что сестра Лариса Ивановна выставляла. Второе Коринфянам, 12 глава, седьмого по десятый стих. «И чтобы я, апостол Павел говорит, не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил от меня его. Но Господь сказал мне». Что он ему сказал? «Потерпи, браток, скоро конец, все будет хорошо, и ты будешь благословен, и я сделаю жизнь твою в шоколаде, и у тебя не будет больше никогда проблем. Ты будешь ездить на Мерседесе белого цвета в церковь, стеклянного формата, знаете, с неимоверной большой зарплатой, и ты будешь просто шикарный служитель, который будет просто ни в чем никогда нуждаться». Он так, Бог ему сказал, «Слушай, ты что-то уже тут это самое борзеть начинаешь? Ты многого уже хочешь?» И он говорит, что «довольно для тебя благодати моей». Как это? У него проблема. Боже, ты что, не видишь? У него может какая-то болезнь была. Никто до конца не знает, что это было за жало плоть. Или это были лжебратья какие-то, которые его мешали, докучали, или фарисеи, или это было просто какое-то, я не знаю, какая-то проблема, знаете, в его жизни. То, что он, Павел, который молился раз, и люди исцелялись от любых болезней, тут он три раза молится. Он даже это упочернул. Трижды молил я Господа. Значит, Павел, знаете, молитва Павла, она часто не повторялась. С первого раза все Бог слышал и отдавал ответ. Но здесь, видимо, был вопрос посерьезней. «Ибо сила моя, говорит Господь, совершается в немощи». И Павел говорит, «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами своими, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушистую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, я силен. Довольно для тебя моей благодати». Искаженная благодать говорит о том, что человек, когда становится верующим, и у жизни все замечательно и прекрасно, без заботы, без проблем, нет никаких вообще трудностей, приходи к нам, и ты будешь просто неимоверно счастлив, и у тебя больше ничего не будет трудного. Но знаете, в этом-то и опасность. Когда люди верят в этот искаженный вариант благодати, они-то не понимают, что трудности рано или поздно они все равно придут. Хочешь ты этого или нет, трудности придут. А что ты тогда будешь делать, когда ты не научен им противостоять, когда ты не научен их проходить, когда тебе рассказывали, что все круто, все будет классно, все будет весело, нахохочемся. Придет болячка, нахохочешься так, что просто, мама дорогая, придет какое-то испытание, знаете, гризис бахнет, война придет, и ты просто будешь вне себя от счастья, как перед кривым зеркалом будешь стоять и рыготать. Нет. Люди плачут, крокодилями слезами, теряют веру, всякое упование рушится, они начинают просто разочаровываться во всем, и потом начинают искать поддержки и помощи хоть кто-то. Помогите, я не знаю, что со мной происходит. Да просто ты не приучен, потому что ты поверил в другой вариант, искаженный вариант благодати. Благодати иногда не надо тебе столько, чтобы у тебя не было проблем. Наоборот, Бог дает столько благодати, сколько тебе нужно в той мере, в которой ты закаляешься, как воин Христа, чтобы потом, приходя трудностям, ты проходил их победителем. Если ты будешь как снежинка, мне очень нравится этот термин, Артур Симонян, пастор из Армении, он даже проповедь такую однажды сказал, посмотрите, если найдете, просто называется снежинка. Он говорит про христиан последнего времени. Они тают просто при каждой малейшей какой-то подвышении температуры. Только солнышко пришло, только проблема надавила, только где-то жарко стало, тают. Сразу. Где уже то помазание, где уже та какая-то сила, благодать и все остальное? Нет ничего, сразу все уходит, потому что нет утверждения в истине. Сила моя совершается в немощи, и благодати для каждого имеется своя мера. Поэтому не думай, что если ты спасен, то ты будешь всегда без проблем. Искаженный вариант благодати тебя в этом будет убеждать. Но истина говорит о том, что проблемы будут. Брат или сестра, они будут. Потому что те, у кого нет проблем, это часто кому дьявол вообще уже не интересуется, они давно его. И он просто конец им сделает такой, что они все равно никогда Бога не увидят, не вспомнят или постараются, чтобы этого не свершилось. Знаете, один из примеров таких ярких, который меня сейчас в последние дни касается очень сильно. Я не знаю, вы в курсе или нет. я думаю, наверное, очень многие знают о том, что есть подпольные церкви в Китае, да, там, где гонения, там, где коммунизм, там, где очень серьезный. И просто, если у тебя Библию найдут, тебя посадят на большой-большой срок. Люди отрывают листики из Библии, у них там чудом пришла, где-то кто-то провез там неимоверно как-то чудом в чемодане одну Библию, подарил там в церкви, и люди отрывают ее по кусочкам и изучают. Ему дают Евангелие от Иоанна, и он за неделю должен выучить, сложить, запрятать, передать другому члену церкви, другому брату или сестре. Они теперь следующую неделю учат на память, наизусть, а потом собираясь вместе, когда, чтобы, если их поймают, не нашли Библию, они цитируют это Евангелие, каждый, те главы, которые заучили, или те полностью послания. Вы представляете, что это за сила? Один служитель из Америки поехал туда, в Китай, просто он сидел, он был не себя, когда приехала эта полиция тайная, и на то место, где они проводили тихое такое, знаете, где-то в глуши в селе служение, они забрались на чердак, и он говорит, я сижу с этими братьями и сестрами, смотрю в щелочку, там ходят эти солдаты, я сижу, говорит, у меня просто уже нервы сдают, говорит, я думал, я просто не выдержу, я себя выкажу. Они сидят такие спокойные, эти местные китайцы верующие, говорят, брат, успокойся, нас не найдут, Бог нас защитит. Он сидит, он говорит, я не могу поверить вашу силу веры, как вы можете. Они ничего не делают, они только читают Библию и молятся, и больше ничего, ни семинаров, ни курсов, никаких полетов, никаких отлетов, они просто живут Господом, вот как могут, пока их не споймали. И это очень сильно сейчас умножается, церковь в Китае, очень большая вера, они проходят такие испытания, кого все-таки ловят, садят, избивают, кого-то даже расстреливают, они не сдаются. Если вы не знаете, сейчас нечто подобное начало происходить в Иране. В Иране сейчас неимоверно мощное пробуждение. Там из-за гонения, из-за того, что вот пришла власть, которая просто начала зажимать уже конкретно, раньше там как-то еще жили, уживались разные конфессии, разные христиане, мусульмане и все остальные, но там сейчас началось очень промусульманское движение. И церковь подпольная, она так начала расти. Сейчас, на сегодняшний день, вот на этот момент, когда я говорю, это самое быстрорастущее пробуждение по всему лицу земли, в мусульманском Иране. Вот там тоже верующие, там уже никто не поведется на эту, знаете, псевдоблагодать. Там они живут ей каждый день. Это им жизни стоит. Если они уйдут только из-под благодати, они просто лишатся всего. И Павел об этом говорит в этом послании, что для меня довольна. Хотя и гонят, хотя и проблемы какие-то, нужды, притеснения, обиды, обижают его. Не он обижается, ходит, о, меня не приняли, о, мне там не заплатили, меня не благословили. Да его обижают, на него пытаются постоянно атаковать за то, что он Божье дело делает. Но он говорит, а я знаю, что я все равно силен, потому что я своей бы силой это не выдержал. Вот его благодать, Христа, она и помогает мне пройти все это. Третье. Искаженная благодать делает тебя жадным и лишает Божьих благословений. Второе Коринфянам, восьмая глава, с первого по девятый стих. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Вот где радость. Реально в благодати происходит. Когда скорби вот так, когда гонение выше крыши, когда ты просто всеми ненавидимы за то, что ты верующий, вот там вот радость уже будет не такая уже легкомысленная и лицемерная. Ты будешь реально радоваться Царству Божьему и этому спасению и тому, что ты можешь все равно быть со Христом. И второй стих. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверхсил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас, и это доброе дело. А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. Искаженная благодать сегодня так говорит. Вы созданы для наслаждения. Не надо сильно распыляться и думать о других. Всех не обогреешь, всем их не спасешь, всем не поможешь. Думай о себе. Помоги себе сам. Сам себе не поможешь, никто не поможет. Лучше пусть тебе помогают. Давай больше вдохновляй, пусть в тебя вкладывают. И знаете, вот такое состояние, когда тебе все равно это не оценят, никто этого не увидит, никому это все равно сильно где-то не будет важным. Знаете, жертва вообще, это уже религия, это старый завет, сейчас все по-другому, Иисус уже за все заплатил за нас и так далее. Знаете, вот искаженный вариант благодати часто звучит так. И людям это же нравится. Ну как, кому будет нравится, когда тебе говорят, давай, приноси, жертвуй, вдохновляй, вкладывай, спонсируй божий проект. Да кому это нравится? Я хочу себе холодильник двухдверный, однодверный, мне уже неинтересный. Я хочу себе телефон вот такой, знаете, чтобы как достал, так уже все видят. Что у меня тут маленький? Я хочу себе машину такая, чтобы заехал уже, знаете, джип, чтобы за него по лестнице, за стремянку наставить было, залазить, все будут видеть, что у меня классная машина и так далее. Наряд хочу красивый, да, сестры? Такой, чтобы все ахнули. А лучше два, чтобы чередовать. Рехали все постоянно. Не надо жертвовать. Это все пустая трата в денег и времени. И вообще, тебе это не надо. Это все прошлое. Это все закон, Ветхий Завет, и все, оставь это. Знаете, апостол Павел говорит здесь о благодати, которая, как пример, явилась в нашем Господе. Он, будучи богат, он ни в чем не нуждался. Он обнищал ради нас. Ради нас он стал просто, ну, хуже бомжа. У него на кресте даже последнее прикрытие забрали. Даже он голый висел. Избитый, искалеченный, изувеченный и опозоренный. И вот ради нас, ради каждого из нас, он был обнищавший. Но его нищетою мы же и обогатились. Вот эта благодать, она нас и благословила. И та церковь, да, в которую апостол Павел обращается, он говорит, что вы просто, вы неимоверны. Я просто удивляюсь вашей жертвенности. У вас самих гонения, у вас самих проблемы, у вас самих выше крыши трудностей, но вы настолько участвуете в нуждах святых, вы настолько постоянно передаете эти дары, пожертвования, посылаете титам и другими, знаете, чтобы хоть как-то поддержать там, которые вообще без еды сидят там в оккупации, плюс еще гонения от правительства, скрываются там под поле, и вы помогаете и вы помогаете еще им. И я смотрю, вы так жертвуете, что я поначалу думал, что вы не только хотите нам дать ваши финансы, вы из себя самих хотели бы отдать в жертву, вы бы хотели просто все ради этого дела Божьего сделать, чтобы каждый человек на земле познал эту благодать, которую познали вы однажды. Вот в этом я верю. И есть великое благословение той истины, когда Иисус сказал блажение давать, нежели принимать. Это не говорится только о деньгах и о зарплате для пастора и всего остального. Это говорится о благословении, которое дьявол сегодня хочет украсть. Научив тебя не давать, научив тебя удерживать, научив тебя скупиться, накапливать, научив тебя где-то постоянно, знаете, о себе больше думать, ты уже уходишь от этой небесной формулы, когда ты сеешь, и ты же будешь больше потом и пожинать, и Бог воздаст. И мало того, Он твоими благословениями, твоими жертвами, Он восполнит чьи-то нужды тех, которые служат так, что имя Божие распространяется, и люди спасаются по всему миру, люди спасаются от всяких этих страшных проклятий и проблем, из которых однажды Бог спас тебя. Бог хочет через искаженную благодать, чтобы мы стали эгоистами, точнее, дьявол хочет, чтобы через искаженную благодать мы стали эгоистами, но Бог хочет научить нас истинной благодати. Пример мы берем с нашего Спасителя Христа. Четвертое. Искаженная благодать затягивает человека в болото лжеучений. Евреям 13.9. Павел Павел пишет, «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать и укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Он конкретно говорит и предупреждает прям евреев. Слушайте, евреи, это просто, мне кажется, их где-то в новоучение куда-то втянуть, они тебя быстрее втянут. Знаете, как говорят, пришел цыган покаледовать в еврейскую семью, ушел, ах, знаете, просто, ну, у еврея что-то где-то забрать или его как-то переубедить, да он тебя десять раз переубедит. Поэтому я не хочу обидеть никого цыганской национальности, прошу прощения. Ну, такая шутка, да. Но вопрос в другом. Это падкость на вот эти всякие новоучения, знаете, в церквях она даже евреев не прошла мимо. Даже ортодоксальные бывшие, да, которые укоренились в новой истине, именно благоистине, той, о которой говорили пророки, о которой они так ожидали Мессию, и они поверили все-таки. Многие в Израиле тогда поверили в Иисуса Христа как своего Спасителя. И тут Павел говорит, что у вас начинаются какие-то неправильные течения. Он видит, слышит, ему передают и говорит, осторожно, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью, той, которую вы уже получили, той, которую вы уже знаете, вот в ней и укрепляйте ваши сердца. Не ведитесь на все, то, что новое, интересное, или, казалось бы, что-то другое, знаете, такое, то уже надоело, старое. Знаете, я благодарю Бога, что любовь это такая штука, когда ты женишься, тебе уже супруг не надоедает никогда. Так или нет? Но это же страшно было бы, если мы, любя, хотели бы каждый год нового кого-то, да? Или укоренились в какой-то истинном браке, но этот брак такой, знаете, поднадоел уже, где-то подскрипывают уже отношения, давайте где-то смажем новыми какими-то отношениями. А вот здесь апостол Павел конкретно говорит, евреи, вы классные такие, твердые в своих учениях, да? Из которых вас Иисус вытащил в новое истинное благословение и благодать. Вот в ней оставайтесь. И второе место, 2 Коринфянам, 11 глава, со 2 по 4 стих. Апостол Павел тоже говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстив Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, и если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Знаете, искаженная благодать говорит, что старое прошло, старые методы не работают, теперь пришло новое учение. Знаете, и люди это охотно принимают, люди очень сильно ведутся, не разобравшись. Знаете, кого легко в богословском плане обмануть или увезти не туда? Очень просто. Тех, кто плохо знают Библию. Если ты хорошо знаешь Писание, очень тебя трудно склонить на какой-то путь. Но если, да, кстати, такое место часто иногда приводят, да, в проповеди говорят, «Пастыр, написано, шпей, но не упивайся». Нет, прочитай внимательно, там просто написано, не упивайся. Пей, слова нет. Да, но исполняйся Духом Святым. И вот, то, что здесь написано, здесь конкретно говорится о том, что если бы вы, да, не поддавались вот этим всем новым ветроучениям, каким-то течением, начинаются вот эти всякие пришествия, новых каких-то движений, которые выглядят в первую очередь, казалось бы, так мощно и сильно. И начали другого Христа принимать, начали уже другого Духа принимать, начали уже другое благовестие принимать. И он говорит, что «Мне вас жаль, это очень печально, очень опасно. Поэтому если ты хочешь никогда не попадать под обольщение, под ветроучение, лжеучение, изучай очень сильно Писание, изучай Слово Божие. Через Него ты не только познаешь, как правильно быть правильным христианином, каким он должен быть, да ты просто Бога так познаешь, что ты никогда уже с ложью не согласишься. Мне так нравятся служители иногда, которые, знаете, встречаются где-то на каких-то таких мероприятиях, где духовные какие-то проявления происходят. И там был такой случай, я видел, когда один человек начал «Вот Дух Святой, вот он такой, он сякой». Тот говорит, встает просто посреди, прерывает его, сядет и говорит, Дух Святой никогда так не действует. Мой Дух Святой, которого я знаю, он делает вот так, вот так и вот так. В Писании написано вот так, вот так, вот так. Тут сел и все. И тише воды, ниже травы, больше его уже не было слышно. И мне так нравится, что люди не просто, знаете, доказывают с пеной у рта, ну, какой-то бред, какой-то ересь, которой нет на самом деле, но наоборот, стоят на истине. И эта истина, она просто закрывает всякое лжеучение. Пятое, последнее. Искаженная благодать делает тебя духовно бесплодным и бесполезным для Царства Божьего. Ну, это и логично. Это итог всего того, к чему дьявол стремится. Как я вначале говорил, дьявол хочет сделать нас слабыми. Ему не нужны просто, чтобы мы стали все сатанистами, какими-то, знаете, идолопоклонники, явные такие, или там прям какие-то в учении лжеучения, каких-то таких прям магия или еще что-то. Просто слабый, и ты уже для него не опасен. Поэтому 1 Коринфянам, откроем, 15 глава, с 9 по 11 стих написано. «Ибо я», Павел говорит, «наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Да, в прошлом он был гонителем, он ревностный был фарисей, и по фарисейскому учению Иисус, это был фальшивый учитель, лже-мессия, и он якобы принес лжеучение и запрещалось об имени Христа где-то проповедовать. И Павел этому сильно верил, будучи, так знаете, накачан той пропагандой и делал так, что был, кто ловил христиан, тащил их в суды, тащил их на пытки, где-то стоял и посмотрел, охранял одежду, когда убивали апостола Стефана и ученика Божьего и так далее. Но он говорит, я был таким, я был, но я уже новый, я уже другой человек. И вот он в 10 стихе говорит, как он стал другим. «Но благодатью Божию есть им то, что есть им». Вот он говорит, я не буду уже говорить, расхвастываться, много рассказывать, чего я достиг, вот посмотрите мой портфолио, мой лист какой-то, чего я там наделал уже в жизни, какие я служения совершил, сколько людей покаялось, сколько воскресло, сколько исцелилось, сколько мы там накормили голодных. Он говорит, ну просто я есть теперь, кто я есть, но это благодать Божия, это не я. И также он говорит, «И благодать Его, имеется в виду Господа, во мне не была тщетна». Он имеет в виду, она не была впустую. Я не просто пробыл верующим определенный отрезок времени до этого разговора, но я более всех их, он имеет в виду всех 12 апостолов, ну там 11 апостолов, больше всех их потрудился, но не я, впрочем, опять повторяется, на благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Знаете, искаженная благодать, она прежде всего, что касается вопроса плодовитости и духовных каких-то достижений, она уменьшает в тебе побуждение к служению и свидетельству о Христе. Апостол Павел говорит, что благодать во мне настолько была сильно явлена, что я потрудился больше всех тех остальных 11 апостолов. Вы представляете, это смелое заявление, но ему никто не перечил, и никто его не оспаривал, и никто из апостолов не пошел с ним в суд и не начал доказывать, что нет, нет, апостол Павел, ты что-то там сильно много на себя берешь, мы тоже тут качнули хорошо на этой земле. Он не говорит, что они мало сделали, но он говорит о том, что то, что сделал он, или точнее благодать в нем, она просто очень много работы совершила. И вот искаженная благодать также ведет к самоуспокоению и равнодушию о спасении погибающих людей, становясь неэффективными в исполнении великого поручения Господа нашего Иисуса Христа. А знаете, что такое великое поручение Господа? Кто знает? Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие всякой твари, крестяя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, учая их всему тому, что учил я вас, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Это великое поручение Господа нашего Иисуса Христа. Он не сказал о чем-то другом, он конкретно то, что говорил, он это же и имел в виду. Идите и действуйте. И Он даст тебе в сопровождении и дары, и таланты, и помазания, и даст силу, и та благодать, которая будет совершаться, она сделает то, что ты сам вообще в жизни даже представить себе в нем мог, не то, что приписать это к себе. Ты сам бы этого никогда не сделал. Павел говорит, что я этого не делал, это благодать, которая, впрочем, благодать. Итак, давайте подведем итог. Последнее место, и мы будем молиться. 2 Петра 3 глава с 8 по 18 стих написано. Но не забывайте одного, друзья любимые, что для Господа день словно тысяча лет, а тысяча лет словно один день. Господь не откладывает исполнение своего обещания, как считают некоторые, Он лишь проявляет к вам терпение, так как не хочет никого уничтожать. Это я в современном переводе читаю. Он не хочет никого уничтожать. Мы иногда думаем, Боже, чего ты ждешь? Эта земля уже просто настолько все извратилась. Уже даже в церквях искажения такие, в учениях, во всяких движениях. Что такое? Он говорит, послушай, дорогой мой сын или дочь, я не тяну резину, я не хочу просто как бы вас измучить, чтобы вы уже тут бедные истомились все, но я все еще даю возможность кому-то спастись. Я все еще даю возможность тем, кто попал под это влияние, искаженное благодать и под это лжеучение. Я даю возможность одуматься и все-таки вернуться в тот путь, который я предназначил для него, чтобы он выполнил свою миссию, совершил то дело служения, которое он мне должен совершить, для которого я его предназначил. И Господь также, он в 9 стихе дальше читаем, Господь не откладывает исполнение своего обещания о том, что он придет второй раз, как считают некоторые. Он лишь проявляет к нам терпение, так как не хочет никого уничтожать, но наоборот, он хочет, чтобы все покаялись. Но день Господний подкрадется неожиданно, словно вор. В этот день с грохотом исчезнут небеса, тела небесные уничтожены будут огнем, а земля вместе со всем, что творилось на ней, будет сожжена, так как все будет разрушено таким образом, то подумайте, какими вам следует быть. Вы должны вести жизнь святую и посвященную Богу. С нетерпением ждите прихода Дня Божьего и торопите его. В этот день небеса будут уничтожены огнем, и небесные тела расплавятся от жара. Но согласно обещанию Божьему, мы ожидаем новых небес и новой земли, где обитает праведность. Поэтому, друзья, любимые, говорит апостол Павел, ожидая это, делайте все, делайте все, что в ваших силах, чтобы предстать пред Богом безупречными, незапятнанными и умиротворенными. И помните, что мы спасены, потому что Господь терпелив, так как и писал вам наш любимый брат Павел, в мудрости своей, дарованной Богом. Он говорит об этом во всех своих письмах. В них же содержатся некоторые учения, которые трудно понять и которые невежественные, нестойкие, извращают, как извращают они и другие писания, тем самым навлекая на себя погибель. Итак, друзья, любимые, зная это заранее, остерегайтесь, чтобы вас не увели с праведного пути ошибки беззаконных. Не теряйте веру и держитесь тех твердынь, на которых стоите. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пусть будет слава Ему отныне и во веки веков. Аминь. Я думаю, комментарии тут излишни. есть Божия воля, Он долготерпит и откладывает не для того, чтобы как-то там свои планы решать, Он ждет, чтобы всех спасти. Но будут те, которые будут приносить эти искажения и изучать совершенно фальшивые истины. Тем самым многие могут отпасть. Но Он говорит, сохраняйте себя. Апостол Петр знал, что Он говорит. Знаете почему? Иисус Спаситель наш Господь и Владыка неба и земли. Он сказал, ты Петр и на этом камне я создам церковь мою. Петр обозначает камень. Симон до этого это его имя было, оно переводилось как с греческого как тростник. А Петр это как камень. Новое имя дал Иисус ему. И он говорит, на этом камне я построю церковь и врата даю не одолеют. Послушайте, врата одолеют любую церковь, которая в лжеучении, в искаженной благодати, во всем. Там все будут. Кто-то одержимый, кто-то не спасенный, кто-то проклятый. Это будет бесконечно. И друг друга будут лечить, исцелять, молиться друг за другом. Ни конца, ни крайний будет. Но вот Божья сила и Божья церковь это то столб и основание утверждения истины, когда будет постоянно приумножаться неимоверная сила Божия. И люди будут освобождаться раз и навсегда. Люди будут спасаться раз и навсегда. Люди будут исцелены, и эта болезнь больше не вернется. Я верю в такого Бога. Я верю в такое Евангелие. Я верю в такую благодать, которая раз и навсегда. И Он говорит, что будут те, кто будут извращать, искажать Писание, навлекая на себя прежде всего погибель. Поэтому не попадайтесь под такое влияние. И так, Он также говорит о том, что мы должны возрастать в благодати. Знаете, возрастать в благодати это процесс именно духовного роста, углубления отношений с Богом, в ходе которого человек становится более похожим на Христа в своих мыслях, в своем характере, в своих словах, в действиях, в повседневной жизни, принося радость и удовлетворение от близости с Ним. Ты будешь вот именно от близости с Ним неимоверно счастлив. Не из-за какой-то новой песни, не из-за каких-то, знаете, таких классных общений. А вот когда ты будешь с Ним, у тебя вот такая радость будет, что все остальные захотят тоже побежать в тайну комнату после того, как с тобой пообщаются и также захотят знать Бога, как ты знаешь Его. Вот это, я считаю, благодать, проявляющаяся в жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, именно благодать и только она сделает нас светом этому миру и солью этой земли. Самим это невозможно. Людям это невозможно. Но Богу возможно все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok